Проходил через детектор лжи, я знаю, что на этот счет написано горы литературы, в том числе на Западе, о том, можно верить детектору лжи или на самом деле его можно обойти, можно добиться от него ложных показаний и так далее. Я думаю, что у нас, я в целых сдержанно отношусь к этой новости о применении у нас детектора лжи, потому что, мне кажется, трудно переделать нашего человека, трудно переделать как начальников, так и подчиненных. Будут начальники на самом деле обращать внимание на показания детектора лжи, когда будут определять компетенцию своих сотрудников и принимать их на работу или не будут. Мне кажется, что во всем этом решении очень много дань моде определенной и желания прослыть современным. В самом ли деле это приведет к омоложению, к улучшению кадров, к искоренению коррупции и так далее, чем обычно сопровождаются разговоры о применении новых средств или нет? Я, например, сказать не могу. Мне кажется, что это скорее такой какой-то символ, который мы привлекаем дополнительный, отчаявший во всяких других способах улучшение положения. Надо просто проанализировать, какие у нас более реальные есть методы. Вот запрет иметь иностранные счета за рубежом – это реальная вещь, а детекторы лжи – это, знаете, обложка от конфетки.